Здравствуйте, меня зовут Вадим Климов. Сейчас вы сможете увидеть программу Афиша и наша тема культуры. О чем сегодня говорят в культурном обществе? Ну, конечно, о театре. О спектакле Бумбараш молодежного театра я рассказал в прошлой программе, а сегодня очередь Калины Красной. Затем презентация музыкальной энциклопедии в Музее истории, литературы, культуры и искусства Алтай и там же выставка Юлии Кикать «Энимал». Не обошли мы вниманием презентацию книги Александра Вайс в Краевой библиотеке и выставочный проект в павильоне современного искусства «Открытое небо». И, наконец, концерт легендарнейшего музыканта Эдуарда Артемьева «Филармония». Ну, а в финале программы немного анонсов. Сначала звонок первый. Та-да-да-та-да-да. Калина красная. Потом второй, третий спектакль, который ждали, с осторожностью начался. Какая драма. Как сложно осознать, что не судьба рулит, а ты. И как это показать? Как на примере этого несчастного Егора Прокудина показать, что нужно быть честным и справедливым и не валить на судьбу? Типа карма. И против нее не попрешь. Вор-рецидивист выходит на свободу, и тут совесть вдруг. А может, все же шершеля фам? Это же такой пример очищения. Вот это надо показать современному зрителю, что есть право у твари дрожащей стать человеком. Только как показать? Сам Шукшин в кино был категорически реалистичен. А в театре масса условностей. В нашем случае условности доведены до музыкальной формы. Все поют. Как поют? Нормально. Юрий Рябцев-Прокудин с надрывом, что-то между русским псевдороком типа Талькова и шансоном в стиле Лепса. Лариса Черникова-Люба. Толкунова-Сенчина. Прекрасный музыкальный номер исполнил Георгий Тихонович Обухов. Глубоко, сердечно, о войне. Вот только солдатики на втором плане, как в театрализованном мероприятии к 9 мая. Георгий Тихонович играл душесчипательно в этом эпизоде. Потому и народный. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь по-быстрому. Главный герой все время валяется с первой сцены. Хореографический штамп страдания. Микрофонное устройство висит на спине актрисы и торчит, как прыщ. Исполнитель главной роли молод для этого персонажа. И то же самое с главным злодеем. Хряков-Губа. Хорош, конечно, но не в тему. На 20-й минуте в сцене воровская малина мне стала первое раз стыдно за происходящее на сцене. Хорот-березок с платочками, повторяясь, кружился. Герой 8 раз привычно навязчиво шукшинским жестом погладил себя по голове в течение 10 минут. Лаковый лапсердак на Хрякове, как у Киркорова времен Пугачевщины. Страдания Люсьен в исполнении Елены Половинкиной в окружении шоу. Балета с зеркалами. Кооперативный ресторан «Центральный» в Мухосранске. Добил. И второй раз стало совестно. Но тут антракт. А потом звонок. Та-та-да-да-да-дам. Во втором акте, в главной трагической сцене убийства матери героя, все так было с выгибоном наиграно, что у меня вырвалось фут и нуты. А затем разговор за жизнь с бандитом, пук, выстрелы и смерти. Наконец-то настоящая песня «Калина красная». Слезы в зале, овации, поклоны, банкет. Долгие разговоры с режиссером, с автором либретто, с московским критиком. И не помню, кто сказал из них «Дело вкуса». Вот ты, значит, такой, мой заочный Егор. Вот какая ты, Люба, заочница. Сядь со мною рядом, и не прикосло, а спортныя. У меня любовь, имя уменьшительное, Люба. Сказать, что это не на мой вкус, да, не на мой. Я же не буду утверждать, что у меня идеальный вкус. У меня и слух-то не абсолютный. Но главное, надо было набраться смелости, наглости, борзости, замахнуться на нашего, понимаете ли, Василия Макарча, чтобы знали, в искусстве нет авторитетов. Мне нравится, что у них получилось вильнуть судьбой, а не плыть по течению. Какой мой заочный Егор. Вот какая ты, Люба, заочница. В Музее истории, литературы и культуры Алтая презентовали уникальное издание – Музыкальную энциклопедию Алтайского края. Этот поистине фундаментальный труд, почти на 500 страниц и 700 статей, был выполнен сотрудниками музея и привлеченными авторами за три года. В энциклопедию вошли сведения о творческих коллективах, музыкантах, детских ансамблях, а также наиболее значимых событиях музыкальной жизни Алтая. Цветные вкладки содержат архивные фотографии, фото с концертов и выступлений упоминаемых коллективов. Интересно, что статьи в энциклопедии заслужили не только академические или народные музыканты, а также и барды, рок-музыканты, представители андеграунда. Труд этот эпический и очень востребованный. Однако тираж 500 экземпляров, которые разберут в первую очередь герои статей, и цена в 500 рублей отрезает книги путь простому читателю, не участнику музыкальных коллективов и не специалисту. А нужна ли эта книга простому читателю? Конечно, она нужна историкам культуры и самим музыкантам. В наше время, когда пункт книги у большинства людей вычеркнут из списка покупок навсегда, и уже даже на дни рождения книги не дарят, такое издание, не имея электронный аналог в интернете, как ни прискорбно, должно кануть в лету. А там она могла быть более востребована. Хотя все же музыкальная энциклопедия – это специальная литература. У Юлии Кикоть, известного специалиста по батику, новая выставка, называется «Энималс». 30 работ в разной технике, но в основном по ткани и на всех животные – лошадки, котики, собачки. Есть и декоративные работы, стилизованные под алтайские петроглифы. Вроде бы выставка задумана со смыслом. Слияние «Энималс» и «Аниме» – по-русски «Душа» – показывает нам сакральный мир животных, почитаемых древними, а ныне забытых. Грифон, лев, другие мистические твари. С одной стороны, есть работы «Цепляющий глаз», создающие настроение, а с другой стороны, есть пекинесы кошки, настроения, откровенно говоря, портящие. Есть лошади в тумане, но это хотя бы романтично. Но все-таки, почему было решено выставить именно эти работы? Если покопаться в интернете, можно найти у художника прекрасные вещи, соответствующие выбранной тематике. Почему их нет на выставке? Почему бы не сделать выставку чисто символическую, беспотукный реализм? Ведь у Юлии такие замечательные батики, мы помним. Маленькая картинка с пекинесом, большая картинка с сианскими кошками и совсем большой осенний пейзаж и таксы вызывают у меня недоумение. Впрочем, если вы большой любитель животных или ярый фанат Юлии кикать, то вам не составит труда приехать в музей на улице Льва Толстого. Хотя там и без кикать есть на что посмотреть. Шуварева Екатерина Забившись в уголок от жалости к себе, кусать промокший кончик одеяла, пройти, перемолоть, но не спастись от бед. И кажется, что так и завещала, остывшая на первом сквозняке, промокшая от писем ниоткуда, что пишется на старом языке в преддверии то ли смерти, то ли чуда. Эти строки барнаульской поэтессы Александры Вайс, сборник стихов, который явил себя публике на этой неделе. Дневник О. Такое вот незамысловатое название. А зачем что-то еще? Стихи скажут сами за себя. Как там в попсовой советской песенке? Пусть твердят, что пишет каждый в 19 лет. Писать-то, может быть, и пишет. Вот только молодых литераторов как-то маловато. По пальцам пересчитать можно. Зато полный город фотографов. Да и потребителям культурного продукта чего напрягаться. Читать еще стишки эти. Когда можно просто прийти и на панораму города посмотреть, к примеру. Вроде и к культуре приобщился. Вот так и живет алтайская литература. Современный читатель стариков не помнит, а молодых не знает. Такое вроде значимое событие, выход книги. А людей пришло мало. Не потому, что не захотели Вайс послушать, а потому, что не знал никто. Хотя сами литераторы неоднократно поминали, хорошо, что людей немного, по-семейному. Но от себя могу заметить, что к презентации поэтического сборника можно было отнестись и с большим вниманием. Программу придумать, зрителей собрать. А то как-то странно. Михаил Гундарин, ведущий этого вечера, студентов пиару учит, а в жизни его не применяет. Почитали свои для своих же и разошлись. А Вайс молодец. Стихи собрала, книжку выпустила. И неплохая книжка. Мило оформлена в виде блокнота девичьих дум, слез и фантазий. Хотите заглянуть в этот мирок? Читайте дневник О. Мария Трубина Павильон современного искусства «Открытое небо» оправдывает свое название. Это небо открыто для всех категорий воздухоплавателей. Галок, орлов, воробьев, дирижаблей, кукурузников, воздушных змеев, незадачливых икаров. А Барноул глазами барнаульцев для фотоохотников всех полов, возрастов, социальных статусов, мастей и характеров – это как МАКС-2011 для любителей авиации. Но глупо рассматривать эту фотовыставку как выпендрежное соревнование профессиональных фотографов, у кого фотки круче, качественнее, оригинальнее. Определить фоточемпионы и присвоить им первое место – не цель выставки. Эти 38 человек – участники дружеской фотовокханалии. Собрались вместе для того, чтобы посредством зоркого ствола фоторужья сфотографировать. Распечатать и предъявить миру в гостеприимных стенах открытого неба документальные свидетельства своей любви к родному городу Барнаулу, в котором многим из них приходится жить, творить, работать, любить. Такая вот безнадежная карма. Уважаемый посетитель выставки, смело обликай в слова мысли, звуки и запахи, навязчиво атакующие тебя во время просмотров от работы 38 буйно помешанных людей. У каждого автора есть своя книжечка отзывов. Для того она есть, чтобы ты в нее, посетитель, отзывы писал. Надо признать, не все эти люди помешались исключительно на почве любви к горячо обожаемой периферии. У Никиты Петрова, например, свой оригинальный, эээ, простите, язык не поворачивается сказать, неповторимый фото-взгляд на Барнаулу. Честный, искренний взгляд, говорящий люди. Я хочу денег заработать, трансформируя любимый вами город в механический фотошопный кислотный каземат. А есть здесь фотографы, не профессионалы, но очень даже достойные внимания. Виталий Одинцов, Илья Небо. Серии их фотографий яркие, сочные, парадоксальные, неожиданные, как сама жизнь. И хотя бы ради знакомства с их творчеством выставку стоит посетить. Ну и, в конце концов, очевидный факт. Вы барнаульцы, у вас есть глаза. Распахните их пошире, вы увидите. Барнаул, ваш личный барнаул, никому, кроме вас, неизвестный. И оттого волшебный и таящий в себе не всегда неприятные сюрпризы. Николай Плескунос. Знакомые кадры и музыка тоже знакомая. А вышла она из-под пальцев, а может, все же из-под пера, Эдуарда Артемьева, известного советского и российского композитора. И других именитых режиссеров. В стране советов был одним из пионеров электронной музыки. Почему мы о нем вспомнили? Да потому что во вторник был его концерт в Государственной филармонии Алтайского края. Точнее, это нами предполагалось, что концерт будет его. Оказалось, все куда проще. Сам композитор сидел в зрительном зале, а на сцене его творения исполнял местный симфонический оркестр. Звучали всем известные мелодии из «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви» и так далее. Сплошь советская классика. Музыканты срывали овации. Вечер не испортил даже конферантье, который в своей речи делал невероятное количество ошибок. Путал города, фамилии и звания артистов. Так испанский дирижер Сезар Альварес, руководивший оркестром, превратился в народного артиста России, не имея таких регалий. Хотя, может, эта оговорка по Фрейду на повышение пойдет. Конферантье-то непростой был из-за ежи-газпромовских работников, которые и организовали этот концерт. Зачем и почему – непонятно. Но вместе с композитором Артемьевым они посетили несколько городов. Чем кончатся эти хождения в народ нас не интересует. Мы только о культуре. Хотя забавно все же. Музыканта привезли, пол зала заняли, но не аплодировали. По крайней мере тот, что рядом как и стукан сидел. Я их по газпромовскому значку вычисляла. Музыканта привезли, пол зала заняли, но не аплодировали. Музыканта привезли, пол зала заняли, но не аплодировали. Большую часть концерта исполняли музыку к фильмам Никиты Михалкова, с которым Артемьев сотрудничал около 40 лет. К Михалкову я равнодушна, ностальгия меня не мучила, а рабу любви не видела. Но симфонический оркестр слушать было приятно. Играют-то отлично. Только злополучные трамваи никак не становились тише и в такт не попадали. Мария Трубина Дамы и господа, немного новостей. Ну, например, в регионе стартовала губернаторская программа по эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами искусства. А каким еще можно это делать средствами? Данная программа реализуется в рамках проекта «Культура Алтая» на 2011-2015 годы. А вы-то думали, что чиновники не думают о культуре? Далее. В Крайбой библиотеке 20-го в 15-м пройдет презентация книги «Катунь заповедная» и фотовыставка. Автор Леонид Яскин. О музыке. В филармонии 20-го Марио Чиферри, 25-го уникальный эксперимент «История солдата» настойчиво рекомендую, 29-го театр танца «Вереск» и Петр Каменных представляют джазовые зарисовки. Ну и гости 17-го в Барнауле Макаревич, 19-го Чиш, 19-го Живаинга, 24-го Фристайл, 27-го Константин Никольский. Театры. В драме богатый репертуар, а 29-го уже премьера «Стеклянный зверинец». И еще в наш театр со спектаклем «Дережня» попал финал конкурса «Текстура Олимп». Из 120 театров страны финал прошло всего 8, в том числе и наш. Так что при всех разговорах о театре драмы он звучит. Вот интересно, что будет только после 20-го октября. Но на Олимпиаду наши едут точно. О других театрах. В музыкальные комедии. Свои спектакли о 26-го гастроли «Тет-а-тет» по-американскому. 16-го я собрался сходить в театр «Кукол» и посмотреть спектакль «Алибаба и 40 разбойников». Ну а в молодежном театре Алтая старый репертуар на новой сцене. Пишите за билетами. В выставке в Государственном художественном музее «Тимур Новик». Да-да, вы не ослышались, это тот самый легендарный Тимур Штроевич Новик. В зале Союза художников выставка «Восток-Запад». В павильоне открытое небо «Барнаул» глазами барнаульцев. Ну а в Туриной горе 1 плюс 1 – 3. Ну как обычно, ТАСС представляет. 18-го Лоренцо Томпсон, 21-го Рэд Барон, 22-го Эппл Джем, 23-го 0-3, 26-го Андрей Добровольский из Петербурга, а 29-го Е. Буткеева и Кодла. Хорошая музыка. Каждый день я 18-го точно пойду посмотреть на американческого джазмена. Так что звоните, заказывайте столики. Кино «Мир. Европа. Родина». Кожа, в которой я живу, «Пять невест», «Сколько у тебя», «Живая сталь», «Вдребезги», «История дельфина» и еще «Бабло», «Заражение», «Мушкетеры» и «Полночь в Париже». Вот, наверное, это кино я посмотрю и «Город красивый», и «Старичок Вуди забавный». Всего доброго, творческих успехов, и чтобы жизнь драйвовая была, пользуйтесь такси «Драйв» удобно и безопасно.